Омск ТВ В автоспорт обычно используется понятие уикенд. И что в этот уикенд нас ждет? Ну действительно мы дождались уже этого уикенда. Этот уикенд будет 11-12 февраля. Основное событие пройдет 12 февраля в районном поселке Марьяновка, где состоится Кубок России по трековым гонкам. Огромные у нас традиции в Омской области. Мы проводим всегда гонку. И она носит у нас имя памяти Дмитрия Михайловича Карбышева. То есть нашего земляка, великого человека, героя Советского Союза. Поэтому спортсмены всегда приезжают. Эта традиционная гонка уже более 60 лет проводится в Омской области. И в этом году сильнейшие спортсмены из Екатеринбурга, из Новосибирска, из Тюмени, из Перми, Новокузнецка приедут к нам и будем оспаривать и выявлять сильнейшего в третьем этапе Кубка России. В этом году проходит 4 этапа. Два этапа уже прошли. Это в Кургане и в Ижевске. Третий этап в Омске. И четвертый этап. Финальный этап будет 18 февраля в Кургане. Поэтому ребята борются за награды, за звание сильнейшего в зимнем сезоне. Но это то, что касается наших профессионалов. Профессионалы будут выступать на автомобилях подготовленных. Это Калина, либо ВАЗ-2108. Ну и специальные технические требования. Специально ошипованная резина, которая позволит участникам выступать на одном уровне. Но я так понимаю, это будет гонка с сибирским характером на весьма коварной снежной трассе. Поскольку снежные гонки и вообще в принципе сложные. Ну да, это специальная трасса подготовленная. Но еще раз повторюсь, что специальные технические требования именно для Кубка России. Где выступают те профессионалы, мастера спорта, кандидаты мастера спорта, которые представляют свои регионы и выступают у нас. Помимо этого мы, конечно же, проводим гораздо активнее другие гонки, где выступают любители наши, где выступают полупрофессионалы. Сегодня федерация наша весь зимний сезон, календарь спланирован совместно с Министерством по делам молодежи, фельско-культуры и спорта, совместно с Департаментом по делам молодежи, фельско-культуры и спорта. Это детский картинг, который мы проводим на мотодроме ДОСАВ. Прошли соревнования в Азовском немецком национальном районе, где выступали дети на картинге. Поэтому стараемся сегодня развивать и спорт в районах Омской области. Также любительские гонки мы проводим в Марьяновском районе, в Полтавском районе, на Варшавском районе. Поэтому огромное количество и любителей, и детей на картинге выступают в зимний сезон. Зимний сезон для нас, для сибиряков, он большой. Он долгий, поэтому мы стараемся успеть все. Сейчас буквально выходные ребята у нас, автомобилисты, профессионалы, выезжали в Красноярск, где проходили ледовая гонка и трек-400, это на стадионе Андрей Гирш и Александр Харченко. Шесть пилотов-картингистов в классе Ротакс уехали в Колды, Челябинскую область. Тоже достаточно серьезно там выступает Иван Шелест, Сергей Советников, Алексей Легкий. То есть ребята, которые всегда уже у нас на слуху выступают. И в эти же выходные еще и в Азово. Мы проводили любительские гонки, и дети маленькие у нас выступали на картинге. Поэтому вот такой вот большой у нас сезон. Едем, выступаем. Ну а 12-го числа я приглашаю всех на официальный Кубок России. Памяти Дмитрия Михайловича Карбышева. Где как раз будут выступать профессионалы и бороться за звание обладателя Кубка России сезона 2023 года. Небольшую ремарку, прежде чем мы продолжим про этот турнир. А межсезонье в Омской области вообще бывает? Потому что у нас и летом гонки, и осенью гонки, и зимой, и весной. Бывает, я всегда, у меня каждые выходные расписаны, что зимой, что летом. У меня выходных нет, у меня три рабочих дня. Это пятница, суббота, воскресенье, самых моих любимых дня. Но межсезонье у меня бывает, когда у меня 2-3 недели выходных, когда я могу побыть дома, либо там просто отдохнуть. Это апрель и ноябрь. Апрель это ничего у нас. То есть весна, когда все, лед растаял, а еще почва не высохла. И ноябрь это когда у нас также с осени переход на зиму. Это до тех пор, пока у нас ралли-кросс в Омске не появился. Да, апрель, ноябрь. То есть у нас вот два месяца, когда мы готовим технику и уже переходим на сезон. Все остальное мы постоянно в бою. Вот у нас омские пилоты сейчас в разъездах. А в эти выходные на старте знакомые имена появятся? Конечно. Здесь у нас будут выступать мастер спорта Игорь Усов, мастер спорта Андрей Гирш, мастер спорта Александр Харченко. То есть Сергей Браузман планирует. Ребята, которые поедут, возможно, что Михаил Онищенко. Это также поедет как раз победители сейчас в Азово, те, кто выиграли. Приедут у нас с Екатеринбурга Кирилл Лавров. Это человек, который сейчас является лидером в этом сезоне. У него первое место и второе в Ижевске. Поэтому серьезные ребята, которые будут выступать и бороться достойно. Ну и думаю, что наши омские спортсмены на своей трассе всегда показывают достойные результаты. Ну и мы будем, конечно, за них болеть. Сказали бы, что дома и стены помогают, но стен-то по идее нет. Но всегда своя трасса, она дома иногда стены помогают, когда ты долго тренируешься. Ты знаешь, каждый поворот, каждый... Но зима – это такой уникальный вид, когда может пойти утром снег, и трасса поменяться, то, что ты тренировался, она другая. Поэтому здесь только мастерство, только подготовка твоего автомобиля, потому что всегда не перестану говорить, что автоспорт – это симбиозом двух слагаемых. Это техническое состояние автомобиля и мастерство пилота. Если это все срастается, ты чемпион. Если автомобиль подводит, и ты вроде как готов сегодня ехать, то не получается, что механики не так подготовили что-то. Ну, это железо, оно имеет свойство останавливаться. Либо ты где-то ошибешься. Поэтому я надеюсь, что ребята подготовятся. Все-таки Кубок России к нему всегда подходят достаточно серьезно. Вопрос традиционный для наших с вами бесед, но никогда не теряющий актуальности. А мячи на общем фоне сейчас как смотрятся? Ну, достаточно серьезно. Мы сезон закончили. Кубок России по автокроссу выиграл Александр Харченко летний сезон. Мы закончили. В призерах были там и Андрей Гиш, и Игорь Русов, кто выступает на ралли-кроссе. В зимнем сезоне также все ребята едут. Сейчас вот подтянулись у нас картингисты достаточно серьезно. И мы планируем на следующий год тоже возможно провести совместно с Российской Автомобильной Федерацией именно картинг. Ну и маленькие дети у нас возраст там от 6 до 8 лет. Мы сейчас достаточно много проводим соревнований совместно с нашими клубами в городе, центрами детского творчества. Федерация также выступает, спортивная школа Олимпийского резерва «Наша-3», где имеет прокатные картинги, где дети выступают. И мы проводим отдельные чемпионаты под гидой департамента спорта. Поэтому картинг развивается. Раз картинг развивается, то это первая ступень к большому спорту. У нас картинг – это начало, Формула-1 – это завершение. Но, к сожалению, на Формула-1 даже судить мы теперь не ездим. Ситуация наша мировая, понятно. Ну а у себя здесь мы проводим летом у нас запланирован чемпионат России по автомобильному кроссу. Российская Автомобильная Федерация впервые мы будем проводить чемпионат России по автокроссу. Именно это в июле месяце, 1 июля. Ну и летний сезон. Ребята планируют все и картинг поехать. То есть сейчас уже февраль-март, мы закончим уже зимний сезон. Поэтому можем говорить, что планы большие у Федерации. Развиваем, пробиваем и пытаемся все-таки дальше вести переговоры с администрацией города и с министерством. А то, чтобы построить детям трассу картинга, которую у нас, вы знаете, забрали. Но все-таки надеемся, что нашим детям мы сделаем картинг, который, еще раз говорю, что даст плоды свои дальнейшим, чтобы в Омске представлять наш и мой любимый вид спорта автомобильный. Ну и в финале беседы, надеюсь, на очень оптимистичный ответ. Перед третьим этапом, как смотрится ситуация? Есть ли у нас шансы забрать кубок в итоге себе? Ну, пока шансы небольшие. По-моему, на пятом-шестом месте после двух этапов находится Игорь Усов. Один из лучших гонщиков. Но вот на него будем надеяться, что сейчас дома все-таки нужно забирать кубок. И на финале в Кургане также показывать достойный результат. И шансы в тройку попасть есть. Может быть, выиграть уже в этом году нет. Вот там Кирилл Лавров, который первое-второе место едет. Кому не оставляет. Очень хорошо, очень подготовлен. Сильная команда, прям настроены именно на победу ведут. Но, еще раз повторюсь, это автоспорт. Автомобиль может остановиться в любую секунду. И шансы победить есть у любого. Будем надеяться, конечно же, болеть. Приезжает достаточно профессиональная команда судейская. Из Москвы, из Екатеринбурга, из Новокузнецка. Поэтому будем судить, будем болеть. Ну и приглашаем всех болельщиков приехать, посмотреть, поболеть, поддержать. Потому что одни из зрелищных видов спорта. Как я всегда говорю, что это автоспорт, мотоспорт. Где технический вид спорта, где все меняется. Огромный драйв. Поэтому всех ждем. Приезжайте, будем смотреть большие гонки. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам. А я напомню, в гостях у нас был президент Федерации автоспорта Омской области Александр Фабрициус. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова